Oukitel K6000. Нечто среднее между K4000 и K10000. Я считаю, что он из них самый сбалансированный. Телефон поставляется вот в такой вот коробочке фирменного цвета. На обратной стороне написаны технические характеристики, не совсем соответствующие истине. Например, написано, что камера 13 мегапикселей, умеющая снимать Full HD видео. Это неправда. В комплекте телефон с несъемной батареей, USB кабель, наушники, которые я не стал распаковывать, OTG кабель для того, чтобы от этого телефона можно было зарядить другие телефоны, или чтобы подключить мышку, клавиатуру, или что там еще, вентилятор, если вам жарко. И еще идет зарядное устройство. А зарядное сейчас отдельно. Также в комплекте бумажки на английском языке. Это для международного рынка, а не для китайского, поэтому все по-английски и гарантийник тоже. Ну и иголочка для того, чтобы вставлять, доставать симки. Зарядное устройство. Впервые начну обзор не с телефона, а с зарядного устройства, идущего в комплекте. Впервые-впервые за долгое время я заряжал телефон, тестируемый именно его зарядным устройством, а не теми, которыми я пользуюсь постоянно. Телефон поддерживает быструю зарядку, и это зарядное устройство должно давать максимум, что может взять телефон. Зарядное выдает 5, 7 или 9 вольт, максимальный ток 2 ампера. Этот телефон от этого зарядного заряжался 7 вольт, 2 ампера. Почему 9 вольт не дала зарядка для телефона? Не знаю, может быть, кабель не позволил, или может быть, может быть, может быть. То устройство, которым я мерил напряжение и ток, возможно, оно что-нибудь прокосячило, и поэтому телефон не получал 9 вольт, заряжаясь. Когда тут был такой синенький посредник, постоянные зарядители знают, о чем я говорю. Но это, как говорится, умное зарядное устройство, и к нему можно подключить любой телефон, даже который не поддерживает 7 или 9 вольт. Я втыкал другие телефоны, ничего не сгорело. Он сначала дает 5 вольт, потом как-то анализирует. И если телефон не поддерживает умную зарядку, так на 5 вольтах остается. Если поддерживает, то он повышает напряжение, и телефон начинает заряжаться быстрее. То есть, получается, если он заряжается на 7 вольтах, а не на 5 вольтах, то как минимум на 30% телефон заряется быстрее. Диагональ экрана 5,5 дюймов, разрешение 1280 на 720 точек. IPS, OGS, 2,5D, но я не могу сказать, что отличные углы обзора. Они хорошие, вот под этим углом, под этим, видите, все нормально, под этим тоже. Но если повернуть вот так, видите, черный цвет превратился в серый. А если посмотреть вот под этим углом, то цвета инвертируются. В общем, не самый лучший экранчик здесь стоит. Над экраном разговорный динамик, датчик освещенности приближения, камера 2 мегапикселя. Под экраном сенсорные кнопки, меню домой, назад, без подсветки. Справа кнопка включения, кнопка регулировки громкости. Слева лоток, либо две симки, либо одна симка, одна SD-карточка. Сверху разъем для подключения гарнитуры. Снизу microUSB для зарядки и подключения других устройств. Как я уже сказал, OTG поддерживает микрофончик. Сзади динамик громкой связи, среднего качества и средней громкости. И камера 8 мегапикселей со вспышкой автофокусом. Вот это вот металл. Это тоже все металл, но с пластиковыми вставками. Как говорят производители, если сделать вот эту всю раму металлическую, то качество сигнала будет резко падать. Когда берешь телефон... А, ну это пластик, видите, белый пластик. Когда берешь в руки телефон, кажется, что он такой, ну, абсолютно монолитный. В общем, вызывает ощущение доверия к этому телефону. Но если начинать вот так вот всяко гнуть, он тоже не гнется. Но на экране появляются маленькие засветы. То есть все-таки микро вот этот вот поворот есть и где-то что-то давит. А если на экран нажать где-то вот здесь вот, вот, видите, появляется вот здесь вот развод. И по всему периметру вот так появляется засвет. В этом, в принципе, ничего плохого нет, если вы сильно давить не будете. Но всякое бывает. В общем, орехи я бы не рискнул колоть вот так вот этим экраном, потому что в этом месте может появиться засвет, а ну и по периметру тоже. Возможно, в других аппаратах этого нет, но у меня это есть. Поэтому я говорю. Процессоры MTK6735 ядра работают на частоте до 1 ГГц. Видеоускоритель Maliti 720. 2 ГБ оперативной памяти, 16 накопитель. Antutu 6-й версии выдает почти 24 результат. А Epic Citadel выдает что-то около 20 кадров в секунду. То есть этот телефон нельзя назвать игровым, но для всего остального количества памяти и производительности достаточно. Как всегда, тестирование громкости. Вот такая вот громкость у этого динамика. Одна из основных фишек этого телефона – батарея. Емкостью 6000 мАч. Под нагрузкой. Это запущенная Epic Citadel. 100% яркость. Включенный Wi-Fi. Телефон проработал более 8 часов. Это очень хороший результат. То есть телефон работает от 8 часов. А фильмы на 50% яркости с выключенным Wi-Fi можно смотреть до 18 часов. То есть вы можете весь световой день смотреть фильм, не выключая телефон, и он у вас не сядет. Некоторые мои знакомые и друзья говорят, что они пользуются телефонами, конечно же, с меньшей батареей. И у некоторых батарея даже на 2000 мАч, они говорят, что им на день хватает. Значит, этого телефона им хватит на 3-4 дня. Телефон работает под управлением Android 5.1. Я тестировал на прошивке от 27 ноября. Никаких нареканий именно к этой версии нет. Также телефон поддерживает беспроводное обновление. Как только выйдет новая прошивка, можно ее загрузить. И без всяких там подключений к компьютеру или потери информации обновится версия, исправятся ошибки. В прошивке есть несколько фишек. В принципе, эти фишки есть во многих телефонах. Но все-таки покажу. HotNote – это беспроводная передача данных. Два телефона с поддержкой этой технологии подносим экранами. И все, что нужно, передалось с одного телефона на другой. Конечно же, есть просыпание. Проводим на экране, рисуем какой-нибудь символ. И запускается, ну вот, C – это запускает номеронабиратель. Но вы видели, как медленно это срабатывает. Мне быстрее включить телефон и запустить звонок, чем вот это вот писать. Также имеются, ну, какие тут фишки есть. Двумя пальцами – регулировка громкости. Тремя пальцами – это скриншот. Также в настройках, если зайти, где она тут… Это умное просыпание, это не то. Понятно, что это все-все-все можно настроить. Вот здесь вот можно еще даже вот так вот сделать. Окей. Теперь тремя пальцами вверх запускается камера. Хорошо, что это все можно включить-отключить, потому что, ну, не всем нравится это. И, например, когда дети играют на телефоне, они могут тремя пальцами нажимать только так. Также здесь имеется, вы, наверное, заметили вот этот вот кругляшок. Вот такая функция. Нажимаем и включаем какой-нибудь режим. Вот, режим игры. Окей. Включился режим игры. Что он делает? Он отключает кнопку «назад» и кнопку «меню». То есть, когда мы играем, теперь мы случайно эти кнопки не нажмем. Понятно, что это можно назад отключить. И имеется также вот такая вот штучка. Можем на экране что-нибудь рисовать. Что я там задал? По-моему, буква «М» запускает музыку. Да. Почему не... Ну, не важно. Это все настраивается, все отключается. Это очень хорошо. В минусы отнесу невозможные записи Full HD видео. К плюсам металл в корпусе, стабильную работу всех функций, долгое время работы от батареи. В общем, если вам нужен современный долгоиграющий телефон, а не просто звонилка, и вам не нужны всякие монстроидальные телефоны типа K10000, а также не нужны отпечатки пальцев или там, ну что, индикаторы событий, то это он самый. Ссылки, как всегда, есть в описании. А теперь давайте оценим, как снимает камера этого телефона. Крыша дома и тестирование телефона Oukitel K6000. Точнее, не самого телефона, а его камеры. Максимальное качество записи видео HD. Full HD этот телефон не пишет. Что здесь есть интересного у нас на крыше? Да ничего. Тут одежду развешивают. Вентиляция, какие-то трубы. И все. Из крыши открывается известный уже для моих подписчиков вид. Я так часто это показываю не только потому, что мне некогда бегать в другие места, но и потому, что это хорошее место для тестирования. Много-много мелких деталей, прямых линий и разная освещенность. Вот солнышко, вот потемнее, тут совсем темно. А макросъемку можно протестировать вот на этом. Тестирование макросъемки. Видите структуру ткани? Я вижу. Здесь кто-то цветочки выращивает. Точнее, даже не цветочки. Это лук и еще какие-то растения, которые потом будут использоваться в пищу. Вот, пожалуйста. Какая-то капуста. Не знаю, что это, честно. Судя по значку, это газ. Это газовые трубы. Какой страшный зверь. Да, собак тоже на крыше выгуливают. Непривычно, да, для России? Тетенька молодец, сейчас за своей собачкой уберет. Но даже на крыше без видеонаблюдения не обойтись. Сегодня днем был очень сильный ветер, поэтому некоторые вещи лежат на земле. Хозяева еще не заметили, что они не сохнут совершенно, а просто валяются. Не, ну здрасте. А как мне проходить, а? Собачка. На четвертом этаже у нас прогулочная зона. Детская площадка. Зона развлечения для детей и небольшой магазинчик. И отличный вид в окна жителей соседних домов. Китайцы ничего не стесняются, поэтому занимаются своими делами, не закрывая шторки. Вечером можно такое тут наблюдать, но это я уже показывать не буду. Пол шестого вечера. Сейчас солнце зайдет за горизонт и наступит ночь. Но темно здесь никогда не бывает. Здесь все светится. Даже в районах, отдаленных от центра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok